Александр Валентинович, добрый день. Добрый день. Только что закончились двусторонние переговоры между Россией и Еврокомиссией по многим вопросам, в том числе и по вопросу поставок газа на Украину. Какие главные результаты сегодняшней встречи? Действительно, только что завершились двусторонние консультации с заместителем председателя Еврокомиссии, господин Овшевчевичем. В переговорах участвовал представитель правления Газпрома, господин Миллер. На мой взгляд, переговоры прошли довольно конструктивно, предметно обсудили все вопросы нашего энергодиалога. Ключевой вопрос, который, безусловно, был важнейшим, это обсуждение газовых отношений с Украиной и предстоящие трехсторонние консультации, которые запланированы в сентябре месяце. Сегодня уже тот период наступил, когда осенне-зимний период наступает, и необходимо для надежного транзита газа европейским потребителям обеспечить необходимые объемы закачки в подземные газовые хранилища. Мы это обсуждали сегодня. Необходимо надежно обеспечить закупку газа украинскими потребителями, нафтогазом Украины, того, чтобы не отбирать в зимний период из транзита европейским потребителям. Поэтому эти вопросы обсудились. Мы обсудили статус-кво сегодняшний и те условия, при которых мы будем работать в течение четвертого квартала и первого квартала следующего года. Так называемый зимний пакет, по аналогии с прошлым годом. Подготовили сегодня трехсторонний документ, который предложен к подписанию во время трехсторонних консультаций. Очень сложное было обсуждение, поскольку впервые мы по нашему настоянию, по нашему требованию в этом документе прописали обязательства каждой из сторон. И в первую очередь это обязательства украинской стороны по закачке необходимого объема газа в подземные газовые хранилища в период до середины октября месяца. В том числе не менее двух миллиардов кубических метров газа. Это закупка газа у Газпрома. И под это обязательства Еврокомиссия обеспечить предоставление средств украинской стороны за счет кредитов международных финансовых организаций. То есть европейская сторона подтвердила сегодня о том, что в ближайшее время будут выделены 500 миллионов долларов для закачки газа в подземные газовые хранилища и закупки у Газпрома. Это существенный момент, потому что вопрос финансирования вообще в этих переговорах он ключевой. Ввиду отсутствия средств нафтогаза не закупался газ в течение третьего квартала, а время идет, осталось немного совсем уже дней до момента начала отбора газа из подземных газовых хранилища Украины во время зимнего периода. Со своей стороны мы продолжим предоставление скидки, как и в предыдущие кварталы, абсолютно на рыночных условиях, не в ущерб Газпрому, не в ущерб Российской Федерации, а приводя за счет скидки цены к рыночным ценам, к уровню стран, которые находятся рядом с Украиной. Например, это Польша. И такую скидку тоже мы готовы предоставить в течение четвертого квартала этого года и первого квартала следующего года. Вот все эти договоренности, они должны обеспечить, в первую очередь, как закупку российского газа в необходимых объемах, так и прохождение надежного транзита через Украину. А сколько сейчас необходимо Украине закачать газа в ПХГ? Здесь у нас оценки с Еврокомиссией одинаковые. На сегодняшний день в подземных газах хранилищах Украины закачано 14,7 миллиарда кубических метров газа. Для нормального прохождения зимы, а зима, скорее всего, вряд ли будет третий год подряд теплой, необходимо не менее 19 миллиардов кубометров газа. Таким образом, это 4,3 миллиарда кубометров, которые необходимо закачать за оставшийся период. На наш взгляд, это уже фактически невозможно достичь. Тем не менее, до уровня 17-18 миллиардов кубометров газа в ПХГ можно довести за этот период за счет интенсивной закупки газа у «Газпрома» и обеспечения поставок в ближайшие дни, начиная с третьей декады сентября и заканчивая октябрем месяцем до наступления холодных дней. Ну и, в общем-то, основной вопрос, который, как я уже сказал, это ресурсы, потому что мы работаем в соответствии с контрактом в режиме предоплаты. Поэтому, как только деньги будут зачислены на счета «Газпрома», который Еврокомиссия сегодня подтвердила, что выделяет украинской стороне, сразу пойдет газ для закачки в ПХГ. Сегодня и вы, и глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе общения с журналистами говорили тоже и о цене на газ. На сегодняшний день Украина обращалась за скидкой или нет? Украина ежеквартально об этом говорит и запрашивает. Когда были переговоры в конце июня, Украина запрашивала скидку до 31 марта на весь период, включая осенне-зимний период. Поэтому, безусловно, в рамках этих договоренностей и протокола, который подготовлен, будет соответствующий запрос. Если не будет запроса, конечно, нет оснований для предоставления скидки. Хотя на сегодняшний день цены, которые формируются в соответствии с формулой контракта, прописанной в контракте, достаточно сильно снизились, потому что они привязаны к цене на нефть. И поэтому разница уже между спотовыми ценами и ценами по контракту фактически выровнялась. Иногда даже спотовая цена выше, чем цена по контракту. В этом случае, мы сегодня специально обговаривали этот вопрос, скидка предоставляться не будет, если цена по формуле контракта будет ниже, чем спотовые цены. То есть это такой алгоритм, который позволяет гибко подходить к предоставлению скидки. Она может быть предоставлена, а может быть и не предоставлена, если не требуется того в соответствии с рыночными условиями. Сегодня Украина получает газ только благодаря реверсу из Евросоюза, но при этом это обходится ей на 20-30 долларов дороже предложения России. А как Вы считаете, есть ли вероятность того, что эта же ситуация продолжится и в четвертом квартале этого года, и в первом квартале 2016-го? Или все же нет? У нас, мне кажется, нет других вариантов, потому что если не будет подписан протокол и не будут выделены средства на закупку, у нас будут большие серьезные проблемы у европейских потребителей зимой и большие риски по прохождению зимы. Потому что тот объем газа, который сегодня есть, подземное газохранилище, его абсолютно недостаточно для того, чтобы проходить зиму. Либо нужно будет ограничивать потребителей непосредственно украинских в зимний период, либо Украина будет отбирать газ из трубы, из того газа, который предназначен для европейских потребителей, обеспечивая собственные потребности, но в то же время не будет достаточно газа для европейских потребителей. Поэтому на наш взгляд сегодня должны использоваться все источники для закачки газа, в том числе и собственные объемы добычи, а Украина сегодня добывает порядка 55 миллионов кубометров газа в сутки, обеспечивать максимальный объем отбора российского газа, это объем до 115 миллионов кубометров в сутки. Ну и если потребуется, обеспечивать закупку газа по реверсу, поскольку все эти источники должны максимально в течение месяца обеспечить необходимый объем ресурса. Нафтогаз Украины сократил импорт из Словакии, вот по последним данным, в сентябре на 22%. Возникает вопрос, где сегодня Украина берет газ, если импорт сокращается на довольно-таки приличную сумму? Ну что касается отбора газа по реверсу, здесь статистика постоянно меняется, колеблется. Есть данные о том, что в течение последних месяцев отбор был и от 10 миллионов кубометров в сутки до 40 миллионов. Поэтому здесь нужно смотреть нарастающим итогом. Вот в целом, хочу сказать, что примерно по результатам прошлого года объем газа, который потребила Украина, из него 25% это реверс, который был закуплен из Словакии, Польши и Венгрии. Сейчас продолжаются эти поставки. Но надо отметить, что в любом случае закупка этого газа у европейских продавцов газа, в этом газе 2 трети молекул, это российский газ, который Газпром продает европейским компаниям, в том числе через Северный поток, через газопровод Ямал-Европа по этим маршрутам. И поскольку эти компании имеют возможность купать больше, чем потребляют, они его перепродают. Поэтому говорить о том, что нам реверс этот неинтересен, наверное, нет смысла, потому что в любом случае мы продаем газ больше европейским потребителям. И вот что касается процентов, то это примерно четверть от общего потребления газа Украины. Один из вопросов, который был заявлен и в повестке сегодняшней встречи, это вопрос строительства Северного потока-2. Накануне была очень сильная и большая критика со стороны Украины, Польши, Словакии по этому проекту. Обсуждали ли вы его сегодня? И какова позиция Еврокомиссии по этому вопросу по строительству этого проекта? Безусловно, обсуждался вопрос. И мы проинформировали вместе с господином Миллером наших партнеров из Еврокомиссии о реализации этого проекта. Во-первых, мы напомнили о том, что этот проект не новый и строительство третьей и четвертой нитки обсуждалось еще во времена строительства первых двух ниток. А когда в 2012 году открывали Северный поток-1, уже тогда все говорили, особенно европейские компании, которые хотели участвовать в продолжении реализации данного проекта в расширении мощностей, о необходимости рассмотрения технико-экономического обоснования строительства третьей и четвертой нитки. Поэтому мы, коллег, проинформировали, что в первую очередь это проект экономически обоснованный, он коммерческий. По нему европейские компании, такие гранды, как Илон, Шелл, Винстерхау, французская МГ и другие ОМВ, австрийская, обратились вместе с Газпромом и создали совместную компанию. Сначала был подписан меморандум на питерском форуме в июне месяце, а последнее соглашение, уже непосредственно акционерное соглашение о создании проектной компании, которая будет реализовывать проект Nord Stream, эта компания будет заниматься реализацией уже непосредственно самой стройки, привлечения финансирования, инвестирования и так далее. И мы договорились сегодня с Еврокомиссаром, с господином Шевчевичем, о том, что в дальнейшем в целях продолжения строительства, взаимодействия с Еврокомиссией, будут проводиться консультации уже на уровне непосредственно самой компании проектной и Еврокомиссии. По вопросам регуляторики, по вопросам технического характера и так далее. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что этот проект абсолютно коммерческий, он рассчитан в первую очередь на новые объемы газа, которые будут потребляться в северной части Европы, в центральной части Европы, такие рынки, как Германия. Он рассчитан на замещение выбывающих мощностей по объемам добычи в Нидерландах, в Северном море, Норвегии и так далее. И понятно, что страны и компании, которые участвуют в этом проекте, не вкладывали бы собственные средства, инвестиции, если бы проект был невыгоден и коммерчески необоснован. Поэтому в дальнейшем будет реализовываться на этих условиях и взаимодействовать с Еврокомиссией уже по техническим вопросам, регуляторным и так далее. Однако совсем недавно господин Шевчевич заявлял, что, цитирую, создание трубопровода «Северный поток-2» расходится с концепцией энергетической безопасности Евросоюза. Получается, что сегодня российская сторона все же убедила Еврокомиссию в правильность этого проекта? Вы знаете, у нас сложилось впечатление такое, что недостаточно информирована Еврокомиссия в целом по этому проекту. Поэтому одна из основных задач была в сегодняшней консультации максимально проинформировать Еврокомиссию об этом проекте, об его экономической составляющей, ресурсной составляющей, о том, в какой стадии он уже в реализации находится. Поэтому абсолютно не идет речь о несоответствии концепции энергобезопасности. Да, Еврокомиссия, наверное, сегодня считает, что необходимо, как они заявляют, диверсифицировать источники поставок газа, диверсифицировать маршруты и так далее. Это полностью соответствует нам, поскольку это новый маршрут, который позволяет создать дополнительные возможности обеспечения энергобезопасности Европы. И нас иногда удивляет, когда говорят, что вот вы должны обеспечить использование только существующей инфраструктуры, несмотря вперед, в будущее, на увеличение объема потребления, на те риски, которые могут быть в случае, если остается одна монопольно-газотранспортная транзитная система. Это тоже на самом деле плохо, поскольку тогда завышается стоимость транзита, выставляются отдельные условия, которые совершенно не соответствуют экономике проекта. Поэтому строительство такой инфраструктуры, оно абсолютно соответствует вопросам, касающимся энергобезопасности европейских потребителей. В общении сегодня с журналистами глава «Газпрома» Алексей Миллер и вы говорили о том, что обсуждался вопрос и строительства турецкого потока. Какова позиция Еврокомиссии по этому вопросу? Действительно, мы сегодня также затронули тему реализации такого инфраструктурного проекта, как строительство газопровода в Турцию и строительство хаба на территории Греции, транзит строительства газопровода по территории Греции. Мы проинформировали наших коллег, опять же, о статусе реализации проекта, о том, что мы сегодня находимся в процессе обсуждения межправительственного соглашения, юридически обязывающие стороны по реализации этого проекта. И на сегодня мы рассматриваем разные варианты, в том числе строительство нескольких ниток. В первую очередь, межправосоглашение будет касаться первой нитки газопровода. Это начало строительства турецкого потока для обеспечения непосредственно турецких потребителей и роста объемов потребления газа в Турции. Следующие объемы газа будут уже нитки реализовываться с учетом потребностей юго-восточной части Европы. В настоящее время, как вы знаете, идет активная работа с греками. Есть разные варианты строительства, либо использование существующей инфраструктуры в юго-восточной части Европы. Где-то потребуется строить интерконнекторы, где-то реализовывать проекты по строительству магистральных сетей. Вот этим сейчас занимается Еврокомиссия. Нас также проинформировали. Работает группа высокого уровня, которая на уровне министров энергетики под руководством заместителя председателя Еврокомиссии господина Шевчевича разрабатывает различные схемы строительства и расширения инфраструктуры в Европе для использования, в том числе, газа, поступающего по Турецкому потоку. То есть, в целом они удовлетворены тем, как проходят через Турецкому потоку? Мы не услышали сейчас, к сожалению, конкретных окончательных предложений, поскольку сегодня работа над этим вопросом еще не закончена. Тем не менее, есть понимание, что потребность в газе есть для обеспечения юго-восточной части Украины. Этот газ требуется. Поэтому будут использоваться, безусловно, разные маршруты. И, как сегодня сказал господин Миллер, что не исключено, что будет часть газа обеспечена за счет транзита через территорию Украины. Газпром готов к продолжению переговоров по использованию газотранспортной инфраструктуры и по продлению договора транзита с нафтогазом Украины, но на условиях, которые выгодны и не дискриминационные условия для Газпрома. Ну, чем закончатся переговоры, пока неизвестно, поскольку они еще и не начинались. Тем не менее, такие переговоры будут проходить. Александр Валентинович, большое вам спасибо, что нашли время для беседы с нами здесь, в Вене.